Добрый день, уважаемые студенты! Я доцент кафедры внутренних болезней Педиатрического факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Тема сегодняшней лекции Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке. Основными причинами боли в грудной клетке являются угрожающие и неугрожающие состояния. Угрожающим состоянием относятся болезни органов средостения. Это медицинит, повреждение пищевода, болезни сосудов, расслабляющая анефризма аорты, тромбоэмболии лекарственной артерии, болезни сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, перикардит, болезни органов дыхания, инфаркт лёгкого, пневмоторокс, плеврит, пневмония. И неугрожающим состоянием относятся тревожные расстройства, в том числе гипервентиляционный синдром, заболевания шейного и грудного отделов позвоночника, повреждения грудной клетки, ушибы, переломы рёбер, воспаление рёберных вещей, синдром птицы, инфекции, опоясывающие лишай, эпидемическая миалгия, болезни желудочно-кишечного тракта, эзофагит, эзофагоспазм, язвенная болезнь желудка и 12-ти березной кишки, аэрофагия, болезни желудочного пузыря. Типом болевого синдрома относятся впервые возникшие острые непрекращающие боль, повторяющие кратковременная боль и постоянная боль. Если мы остановимся на дифференциальной диагностике при некоторых заболеваниях, например, при инфаркте миокарда, при тромбоэмболии лекарственной артерии, при расслабляющей аневризме аорты, перикардите и пневмотороксе, то интенсивность боли, более характерна для инфаркта миокарда, расслабляющей аневризме аорты. Также характер боли характерен при инфаркте миокарда, это ощущение тяжести, и сжимающая сгучая боль, при тромбоэмболии тупая боль, при расслабляющей аневризме, раздирающая сгучая боль, при перикардите, ощущение тяжести, ноющей, иногда колющей, и при пневмотороксе, колющей, резко ощущение стеснения. Локализация боли для инфаркта миокарда характерна за грудиной, при тело, за грудиной и по боковым поверхностям грудной клетки, при расслабляющей аневризме, передняя поверхность грудной клетки, при перикардите, за грудиной и при пневмотороксе, боковые поверхности грудной клетки, и радиация, при инфаркте, и радиация может быть в шею, нижнюю челюсть, левую руку, правую руку, спину, при тело, радиация, особо не характерна, и расслабляющая аневризма, аурти, спереди, назад, живот и ноги, при перикардите, левая рука, правая рука, и шея, при пневмотороксе, тоже, и радиация не характерна, потому что боль идет по всей грудной клетке, анамнез, инфаркт миокарда, это наследственная предрасположенность, и другие факторы риска, сердечно-сосудистых заболеваний, при тело, это тромбофлебит, боль в икрах, длительная неподвижность, операция, в недавнем прошлом, расслабляющая аневризма, аурти, это атеросклероз, артериальная гипертония, синдром морфана, и при перикардите, озеро, респираторная вирусная инфекция, инфаркт миокарда, при пневмотороксе, бронхиальная астма, эфиземы легких, перенесенный, туберкулимс. Сопутствующим симптомом относятся бледность, тошнота, рвота, холодный пот, одышка, обморок, пульс бывает разным, аритмии, аускультация сердца, ритм голова, шум определяется, это все при инфаркте миокарда, при тромбоэмболии, одышка, обморок, холодный пот, рвота, цианоз, возбуждение, кровохаркание, пульс будет часто, аускультация определяется, ослабление второго тона над лекочной артерией, третьи, четвертые тоны определяются, а на рентгенографии ослабление лекочного рисунка, признаки инфаркта легкого, прирослающая невризмой, может быть, обморок, бледность, неврологические нарушения, неодинаковый, иногда отсутствующий пульс, при аускультации возможен диастолический шум над аортой, а при рентгенографии, расширении тени сердца, средостения, при перикардите, отмечается лихорадка, слабость, иногда боль, усиливающаяся при кашле, при тампонате сердца, слабый пульс может быть, или при аускультации, шум трения перикарда, при на рентгенографии, расширении тени сердца, при пневмоторусе, одышка, кашель, возможен цианоз, пульс может быть частым, и на рентгенографии определяется, участок просветления, лишенный, лягожного рисунка, небольшой пневмоторекс, лучше заметен на рентгенограммах, сделанных в конце выдоха. Аускультация легких, может быть хрипы, в нижних отделах легких, при инфаркте, ЭКГ, зубцикл, подъем сегмента СТ, инверсия, зубцаты, и дополнительным методом, относится определение активности, грязь и фосфокиназы, ее МВ фракции, АСАД, ЛДГ, сыворотки крови, и, можно сделать, сцентографии, миокарда. При тромбоэмболии, лекочной артерии, аускультации, иногда дополнительной, дыхательной шумы, на ЭКГ, нормальный ЭКГ, либо признаки перегрузки, правых отделов, сердца, дополнительным методом, вентиляционно-перфузионно-стенцографии, легких, дают информацию, и ангиопульмонография, при расславеющей, анневризме, аорте, на ЭКГ, иногда признаки, инфаркта, миокарда, дополнительным, относятся, через пищеводные, эхокардиографии, аортографии, компьютерной томографии, и магнитно-резонансная, это томография. При перикардите на ЭКГ отмечается подъем сегмента ЭСТ в большинстве отведений, и дополнительным методом относится эхокардиография, а при пневмоториксе, при аускультации определяются дыхательные шумы, ослабленные и непроводящиеся. Таким образом, тактика при впервые возникшей ослабленной, непрекращающей боли в груди, относится к необходимости проведения электрокардиографии, в которой определяются признаки инфаркта, миокарда, ишемии, неспецифические изменения зубца, ТСТ при определении признаков инфаркта, миокарда, восстановлении перфузии, тромболизис, экстренная баллонная, коронарная ангиопластика проводится, при признаках ишемии, лечении нестабильности на кардии, при изменениях ЭКГ картины, нитроглицерин под язык для наблюдения, и, значит, в дальнейшем консервативное лечение, это лечение инфаркта, миокарда, после улучшения состояния, дальнейшее кардиологическое обследование, при положительных нагрузочных пробах, лечение ЭПС, при отрицательных нагрузочных пробах, исследование опорного двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. На данном слайде показана иррадиация боли при стенокардии и инфаркте миокарда. Вы видите, это иррадиация в челюстную область, в левую руку, в эпидосральную область и в спину. Инфаркт миокарда характерен, мы сказали уже, по клинике, чем характерен, значит, это острейшие, сильнейшие, кинжальные боли, это страх смерти, это локализация загрудиной боли и ирадиация в левую руку, шею, в эпидосральную область, спину, и, значит, в анамнезе, эта наследственность нам поможет. пульс может быть аритмичным, нитевидным, в зависимости от сердечной недостаточности и уровня артериального давления. Ну и все признаки ЭКГ-кардины инфаркта миокарда. Необходимость проведения содержания тропонина, активности КФК, МВФРАКТ, АСАД, ЛДГ и так далее. Здесь показан ЭКГ при переднеперегородочном инфаркте миокарда. Вы знаете, что переднеперегородочный отдел сердца на ЭКГ указан именно в отведениях 1, 2, АВ, Л, В1, В2, В3. Ну и вы видите изменение, появление дуги КУЭС в грудных отведениях. При переднебоковом инфаркте это значит первое, второе ВЭ изменение и в боковых отделах, в грудных отделах это В5, В6. Вы видите тут появление глубокого КУЭС, повышение инверсии сегмента СТ. Вот такие изменения. При задней диафрагмальном инфаркте это будет 2, 3 в стандартном отведении и В2, В3, В1, В1, В2, В3 это рецепортные изменения. Вы видите депрессии сегмента СТ нижней золенией. Локализация боли прирослающей аневризме аорты именно за грудиной, именно с радиацией в эпикастральную область, в спину. Ну и рослающая аневризма аорты мы уже говорили в клинической картине характерным именно является раздирающая сгучая боль, неодинаковый пульс, иногда отсутствующий, и расширение тени сердца, теледостения на рентгенографии. Ну и здесь показана ЭКГ-картина прирослащая аневризме аорты. Это похожие признаки инфаркта миокарда. Вы видите изменения сегмента СТ зубцатая. Следующим заболеванием является тромбоэмболия лекочной артерии. Локализация боли за грудиной. Тромбоэмболия лекочной артерии по анамнезу можем сказать определить причины возникновения ТЛА. Это тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, перенесенные операции на органах малого таза, это применение контрацептивных средств, это малоподвижный образ жизни и так далее. Могут помочь особенностью при жалобах является одышка, обморок, холодный пот, цианоз, возбуждение. В легких это дополнительные дыхательные шумы, кровохарка не очень характерна. Ну и конечно ЭКГ это будет перегрузка правых отделов сердца, то есть глубокий эсперм стандартным отведением появление Q в третьем и появление отрицательного D в третьем стандартном отведении. и определение D-D-Mira является дифференциально-диагностическим признаком, а также необходимо провести ангиопульмонографию. на ЭКГ картине ТЭЛа вы видите перегрузка правых отделов сердца, тактика при повторяющейся кратковременной боли когда она повторяется часто это необходимость проведения электрокардиографии, определение стенокардии, стабильная или нестабильность стенокардии, стенокардии напряжения, кардиологическое обследование надо провести. И если боли нетипичны для стенокардии, тогда поиск внесердечных причин, если они не найдены, то кардиологическое обследование надо провести. То есть это можно исключить заболевания легких сосудов, журналистичного тракта, опорно-двигательного аппарата. Если симптомы не похожие и надо проводить госпитализацию, неотложное лечение, исключить инфаркт и медикаментозное лечение при неэффективности проведения коронарной ангиографии. Ну здесь опять-таки показано на этом слайде основные причины боли в области сердца. Это при кардиологии, это боли при нейроциркуляторной дистонии, может быть пролапс метрального клапана, некоронарогенные заболевания, это миокардиты, миокардия дистрофии, кардиомиопатии, ревмокардит дает боли, пороки сердца приобретенные и врожденные, перикардиты, аордиты, аневризмы, аорты и тела. И при стенокардии это конечно морфологические изменения веничных артерий, это стабильные и нестабильные стенокардии, инфаркт, миокардовоскулиты, стенокардия принц металла, микрососудистые стенокардии синдрома X, миокардиальные мышечные мостики, стеноз, остеоорты, артальная недостаточность, гипертрофическая кардиомиопатия и лекарственная гипертензия. Следующим заболеванием, при котором может быть боль в грудной клетке, это перикардиты, видите, характерные картины, это боли загрудиной, они могут отдаваться влево, в спину, перикардит, значит, характер боли, ощущение тяжести, ноющие, иногда колющие, боль, локализация загрудиной, левая рука не часто, а правая и шея очень редко, может быть, и радиация, в анамнезе это острореспираторная вирусная инфекция, это может быть инфаркт, как осложнение инфаркта, синдром Дресслера, 3П, вы знаете, это плеврит, перикардит и пневмонит, ну и конечно нам поможет при дифференциальной диагностике это аускультация сердца легких то есть мы будем слышать шум трения перикарда или вообще не будем ничего слышать это эксудативный перикардий при рентгенографии форма сердца может измениться большой объем жаровидной формы сужение ретрокардиального пространства может быть при рентгеноскопии мы видим незначительные пульсации сердечные потому что вокруг сердца имеется большое количество эксудата поэтому мы особую пульсацию сердца не отмечаем ну и конечно нам поможет дополнительные методы это эхокардиография перикардий значит одышка может быть подтянутые груди колен наклон толщины вперед увеличение околосердечной сумки засечу выбухание грудной клетки увеличение площади сердечной упрости резко ослабленные тонны сердца на эхокардиографии ослабление пульсаторных движений сердца на ЭКГ снижение вольтажа набухание шейных стволов сдавление нижней полой вены вследствие чего увеличение печени резко повышенное венозное давление и припорном развитии выплата могут быть явления коллапса на данном слайде показаны ЭКГ картины при перикардитах это в острой стадии вы видите это снижение вольтажа это изменение сегмента СТ появление КС и изменение СТ то есть смещение его решить олинии при подострой стадии тоже отмечаются такие изменения вот пневмоторакс при пневмотораксе при правостороннем пневмотораксе могут быть боли в правой половине грудной клетки и они отдаются эррозируются правую лопаточную область спонтанный пневмоторакс сопровождается болевым синдромом который обычно беспокоит больше чем боль иногда сухим кашлем выражен характерен выраженный цианоз бледное лицо покрыто холодным потом пульс мягкий нитевидный артериальная давление низкая пораженная половина отстает в акте дыхания выбухает сглаживание межреберных промежутков дыхание ослаблены и совсем не прослушивается голосовое дрожание на пораженной стороне не проводится при генологическом обследовании отсутствие лекарственного рисунка определяется край спавшим легкого тень сердца и сосудов отклонена в противоположную сторону и усиление одышки боли свидетельствует напряженным пневмоторакси при нем показана экстренная поливральная пункция ну мы уже говорили клинической картины пневмоторакси особенностью являются именно одышка цианоз и ускульдативные картины легких сердца и нам помогут дополнительные методы исследования а в анамнезе это бронхиальная астма перенесенная инфизема легких перенесенный туберкулез и так далее на данном слайде показан пневмоторс на регенограмме то есть вы видите что светлые участки именно вне легкого усиления это просветление имеется затемнение вне лекочного пространства вы видите решение грудной клетки ну и на скопе это будет ограничение отставания от той половины где имеется процесс в акте дыхания значит при дифференциальной диагностике в первую очередь мы исключаем инфаркт миокарда далее мы исключаем самая частая причина это может быть заболевание мышц суставов ребер психогенная боль стенокардия и наиболее опасное заболевание это инфаркт миокарда расслабивающая невризма тромбоэмолия и злокачественное образование как рак легкого опухоли спинного мозга инфекции плеврит пневмония медистенит перикардит и пневмоторг источниками неверного диагноза то есть как бы они симуляционные признаки это при пролапсиметральном клапане при эзофагоспазме при рефлюкс эзофагите опоясывающем лежае кашлевом переломе ребер остях амброзе и эпидемической миалгии и употребление какаин может быть боли 7 главных притворщиков это депрессия сахарный диабет побочные действия лекарственных средств интоксикация аммия болезнь щитовидной железы позвоночника инфекция мочевых гусей и психические нарушения и симуляция обследование при постоянной боли в грудной клетке нам поможет анамнез и физикальное обследование ЭКГ картины рентген компьютерном томографии исследование желудочно-кишечных трактов рентген генография позвоночника плечевых суставов и эхокардиография ну и при поражении грудного отдела позвоночника здесь показана локализация боли она может быть загрудиной она может быть эридировать в левую половину грудной клетки и в спину корешковые боли могут быть по ходу ребер корешковые боли вот здесь указано что это может быть при остеохондрозе спондилартрозе могут быть корешковые боли ну и для дифференциальной диагностики тут нам поможет симптомы спорлинга то есть это при отведении левой руки больного вверх и назад пассивный наклон головы повернутый влево могут появляться боли симптомы натяжения при заболеваниях пищевода тоже может быть боли при эзофагоспазме эзофагете о динафагии называем боли при глотании да ну и дифференциальным диагностическим признаком является пробные исследования как например при это при когда даешь больному лекарственным средством коронаролитики боль может проходить при сердечных заболеваниях а при эзофагете это может быть тяжелко это гастрозапогиальный рефлюкс при нем аж 2 блокады антоциды могут ослабить боль таким образом мы можем дифференцировать антоциды покой при пищеводе стенокардия при стенокардии это покой нитраты ну и одной из причин кардиологии является психогенное состояние это ощущение комка в горле смене за грудиной и болевого синдром не имеет четкой локализации может быть очень интенсивным различные может и постоянные неприступообразные боли может быть сердцебиение одышка слабость дремор может быть возбуждение ну это связано с эмоциональным напряжением и при таких состояниях седативные средства помогают ну и подход к больному в области сердца это значит детальный расспрос это исключение заболевания пищевода желудка обязательно изменение клинической картины после приема нитроглицерина при ангенозной боли характерно диагностический поиск это значит во-первых надо ограничить при наличии характерных симптомов и синдрома провождающихся болью затруднение глотания каратен для заболеваний пищевода картиаспазма аневризма аорты сочетание боли с резкой артериальной гипотенцией и одышкой требует дефицит диагностике инфаркта мягкая дотела аневризма аорты повышение температуры тела следует подумать о дыхательных и обхолевых воспалительных обхолевых заболеваний органов дыхания также инфаркта легкого медицините острым перикардите инфекционным ремокардите с ваку активностью ну и при объективном исследовании например осмотр свидетельства гипоксимии может быть это при сердечной и дыхательной недостаточности ксантелазме указывает на гиперлипопротеинемию при неодинаковом АД в обеих руках необходимо подумать о расслабляющей аневризме аорты и важное значение имеет воспроизведение боли при выявлении болевых точек при пальпации грудной клетки это при остеохондрозе межреберной невралгии исследование легких поможет нам определить обнаружить шум трения плевры инфильтрат или застой аускультация сердца нам поможет определить грубые шумы вследствие пороков шум трения перикарда трения акцент аргутонна для лекочной артерии указывает на лекочную гипертензию и при следовании живота можно заподозрить язвенную болезнь или холецистит и весьма полезным является проведение электрокартиографии спасибо за внимание спасибо за внимание у надз envаля с Gud ин nar